Миллионер, железнодорожник и кругом артист. Все это об одном человеке, предпринимателе, меценате и художнике Саве Ивановиче Мамонтове. При содействии Министерства культуры Российской Федерации, посвященную ему выставку, привезли в Сочи. Экспозиции с фонда музея усадьбы Абрамцева расскажут об интересной судьбе делового человека, наделенного блестящими организаторскими способностями и при этом яркой личности в истории русской культуры конца 19 века. Он был не просто человеком, который давал деньги, он активно в этом участвовал. То есть в нем присутствовала такая художническая натура, очень яркая, очень талантливый сам по себе человек, то есть обладавший профессиональным голосом, режиссерским дарованием. Он занимался скульптурой всю жизнь, занимался керамикой, при этом и довольно такой яркий бизнесмен. И я еще повторяю, ему это было интересно. Мамонтов создавал художникам, таким как Воснецов, Репин, Серов, Врубель, все условия для творчества. И не только художникам, а еще писателям и артистам. В течение месяца выставка будет работать в музее Островского, и по архивным материалам можно познакомиться с судьбой человека, создававшего атмосферу для искусства 19 века. Следующая выставка отражает иную эпоху событий Первой мировой войны. Это лето 1914 года. Ровно сто лет назад, 1 августа, Германия объявила войну России. В экспозиции представлен старинный журнал, иллюстрированный «Искры», который издавался с 1914 по 1916 год. То есть здесь как раз таки представлены экземпляры 1914, 1915, 1916 года, отражающие события от начала Первой мировой войны, ну и, скажем, все ее последствия. Через военную судьбу полковника кубанского казачьего войска Григория Стравинского показана история всей страны. В основном публикации и фотографии из собственного архива музея. Вот так запечатлен русский богатырь, воин Первой мировой. А вот дети войны, тоже вставшие на защиту своего отечества. Эта выставка будет открыта для посещения до 21 сентября. Елена Взецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.